В инфекционном отделении больницы Тулуна лежат 37 человек с диагнозом гепатит А. Среди заболевших 26 детей. Это воспитанники детских садов, школьники и студент техникума. 14 человек поступили в больницу с клиническими симптомами. Остальные выявлены по результатам лабораторного обследования. По словам врачей, у 17 пациентов средняя степень тяжести. У них уже проявилась так называемая желтушная форма. Заразными являются как носители, так и больные в ранних стадиях. До острого течения, то есть до появления желтухи. Но хочется также отметить, что бывает безжелтушная форма этого вирусного гепатита. Проявляется повышением температуры, слабостью, но может не проявляться именно желтым окрашиванием кожных покровов. Врачи по результатам эпид-обследования выяснили, что заболели те семьи, в которых нарушены социально-гигиенические нормы. Проще говоря, плохо мыли руки, посуду, овощи, фрукты. Это же подтверждают и в Тулунском территориальном отделении Роспотребнадзора. Его начальник Александр Кочетов отмечает, заразить детей могли родители, которые работают на лесозаготовительном участке. Работающие неофициально на погрузке леса, как на так называемых тупиках. У них, мы так считаем, что условия труда, ну, мягко сказать, очень интересные. Если они там пользуются одной кружкой, одной ложкой, а вирусный гепатит – это заболевание грязных рук. Врачи осмотрели более 4 тысяч человек. Тех, кто мог контактировать с заболевшими. Проводится вакцинация. На данный момент привиты 348 человек, в том числе 272 ребенка. Во всех учебных и социальных учреждениях, где выявлены заболевшие, проводится дезинфекция. Школы работают, дети ходят на уроки, но они изолированы от посещения массовых мероприятий. В общеобразовательных учреждениях приняты все меры профилактические. Это соответствующая заключительная дезинфекционная обработка. Особое внимание уделяется пищеблоку и обработка всех поверхностей в образовательном учреждении. Карантин контактных групп продлится 35 дней, столько длится инкубационный период гепатита А. Для всех тулунчан врачи советуют соблюдать элементарные правила личной гигиены, и тогда заболевания можно избежать. Туена Немаева при содействии Тулунского телевидения.